Здравствуйте, гости! Моня не гордый, Моня пьет на свои. В октябре 1990 года мне повезло, и я приехал в Советский Союз на конференцию, которую организовала ООН. Она проходила в Суздале и организовывала ее также и Российское МВД. На конференции я встретился с работниками МВД и КГБ, и мы обсуждали проблему организованной преступности в Советском Союзе. Когда я вернулся в Америку, я попытался выяснить, сколько русских преступников проходит у нас по всем делам. А в это время, надо сказать, ФБР ввело около 63 тысяч расследований. Но никакой специальной статистики, основанной на этнической принадлежности преступников, у нас попросту не было. И поэтому нам пришлось спрашивать чуть ли не каждого агента ФБР, занимался ли он когда-нибудь расследованием, связанным с русскими. И мы выяснили, что именно в это время у ФБР было 68 дел, связанных с русскими преступниками. Что для меня было интересно и неожиданно, русские занимались практически всем, чем можно в криминальном мире. Это были организованные преступные группы, это было мошенничество, это были убийства, это была торговля наркотиками и так далее. И я вдруг увидел, что среди русских не только гуляют огромные деньги, но и уровень насилия необычайно высок. Преступность какая-то организованная, все это придумано. Это придумано идеологами, которые в свое время росли по службе и они вели в оборот такие штампы. Я не знаю, какая организованная преступность и что там есть, какая организованная преступность. Мне трудно судить, мне трудно судить. Я не являюсь специалистом по какой-то организованной преступности, по какой бы то ни было вообще. Вообще для ФБР любой русский, если он только даже думает по-русски, он уже имеет, так сказать, пятно, что он русская мафия. Сегодня, если русский хочет пойти, допустим, в банк и открыть счет, и он говорит чуть-чуть с акцентом, то ему и счет не откроет. Его спросят, откуда вы, что вы, и почему вы хотите делать деньги взяли. Даже это будет 20 или 100 долларов. Вот сегодня такая ситуация здесь в Соединенных Штатах по отношению к русским. Здесь принято говорить русскоязычная мафия, потому что в основном организованной преступностью в США занимаются выходцы из СССР еврейской национальности. Так уж получилось. Когда она начала ощущаться, да, наверное, одновременно с первой волной брежневской эмиграции. Потому что, очевидно, это был самый большой приток выходцев из бывшего СССР. А социология покажет вам, что если из пункта А в пункт Б перевести тысячу человек, то среди них окажется большая часть хороших, но какое-то количество нехороших непременно будет присутствовать. Принято считать, что первая волна советской эмиграции в начале 70-х как раз и накрыла бруклинские набережные где-то в районе Брайтона. Пожилые американцы, если напрягут память, с удовольствием расскажут вам о том, что когда-то здесь жили латиноамериканцы, чуть позже их вытеснили африканцы, а их, в свою очередь, советские эмигранты. Случай беспрецедентный, если, конечно, это не выдумка. Русскоязычные жили скученно, английский язык не знали, на Бродвее, да и вообще на Манхэттене почти не бывали. А когда в район Брайтона попадал заблудившийся американец, с удивлением спрашивали друг у друга, что это к нам за иностранец пришел. ФБР распространяло листовки, в которых обращалось к русским с просьбой информировать спецслужбы обо всех эмигрантах, кто когда-либо был связан с КГБ СССР. Как бы не так. Наоборот, известен случай, когда одному из бывших удалось перевербовать на советскую сторону офицера Миллера, агента ФБР США. В то далекое время так называемый теневой бизнес на Брайтоне заключался в изготовлении фальшивых водительских удостоверений, их можно было купить долларов за 200. Затем в ход пошли фальшивые страховые полисы и махинации с бензином. Но выяснив, что криминальный рынок Нью-Йорка давно поделен между этническими группировками, где-то он задавали итальянцы и пуэрториканцы, русские отступили. Пока. Первым крестным отцом Брайтона принято считать одесского эмигранта Евсея Агрона. Он называл себя вором в законе старой формации, хотя таковым и не являлся. Ходили слухи, что ремонт в его бруклинской квартире обошелся в 100 тысяч долларов, ибо Евсея установил в туалетах золотые унитазы и краны. Это тоже оказалось неправдой. На него было несколько покушений. Однажды пуля попала в шею и там застряла, после чего пол лица Агрона было парализовано. Когда он улыбался, собеседники холодили от ужаса. Евсея Агрон был убит в конце 85-го года на лестничной клетке собственного дома. Убийцу так и не нашли. Стоит заметить, что пока Агрон являлся третийским судьей русскоязычной общины в США, внутри так называемой русской группировки разборок не было. Авторитет Агрона был очень высок. В нем хватало силы воли, и в нем хватало то, что американцы называют ГАЦ, то есть духу, объединить несколько человек, подчинить их своему авторитету. А самое главное, он пошел по пути Дона Вита Корлеоне, и он на самом деле на Брайтоне был крестным отцом. К нему шли люди, так сказать, искать справедливости. Русскую эмиграцию обвиняют в том, что она очень неохотно кооперируется с властями, и это до сих пор так. Потому что, очевидно, выходец из Советского Союза никак не может понять, что человек в мундире, это, так сказать, его друг, а не враг. Языковый барьер, психологический барьер, все это мешает русским эмигрантам со своими даже семейными дрязгами идти в соответствующие инстанции. И когда появился Агрон, к нему шли на суд, и он вершил его. За ним укрепилась репутация крестного отца, действительно. Он был в меру жесток, в меру справедлив, кормил бедных, там давал маленьким детям карамельки, одновременно возил с собой штырь для забоя скота. Такова репутация. Буквально на следующий день после смерти Агрона на Брайтоне появился новый король, еще один одессит Марат Балагула. Именно при нем русскоязычная группировка, в которой выделялись земляки Балагулы, Наум Райхель и Борис Нейфельд, вступила в первый контакт с иноязычными группами. Но если связь с колумбийцами на Неве торговли наркотиками не увенчалась успехом, то совместные проекты с итальянцами принесли нашим первые результаты. Итальянцы контролировали автозаправки, зарабатывая на неуплате налогов десятки миллионов долларов. Балагула вошел в бизнес и сделал свои первые 50 миллионов на налоги с прибыли. Но в 1986 году его обвинили в махинации с кредитными карточками, и он сбежал на Багамы. Его арестовали через три года, и он получил свои законные 19 лет. Но на Брайтоне уже царил беспредел. Один за другим гибли хозяева самых лучших русских ресторанов. Это единственный доходный легальный бизнес в русском квартале. Самые же предприимчивые мошенники пытались уехать из Нью-Йорка куда подальше. Один из таких предпринимателей, бывший уголовник Андрей Кузнецов, уехал в Лос-Анджелес, где не один год успешно обманывал государство на аферах с банковскими чеками и счетами. Его труп нашли в его же собственном доме стоимостью полтора миллиона долларов. А убийц поймали чуть раньше по чистой случайности. Полицейский патруль заметил на дороге нескольких странных русских, запихивающих в банку из-под пива отрубленные фаланги пальцев покойного. На самой же Брайтон-Бич никто никого уже не стеснялся. Одного из первых ракетиров русскоязычной общины, Эмиля Пузырецкого, некто застрелил прямо в ресторане днем около полудня в выходной день. Убийца выпустил 9 пуль. Когда полиция приехала забрать труп, оказалось, что свидетелей преступления нет вообще. Насколько я знаю, русские действительно совершили очень большое количество убийств. Они, конечно, не настолько опасны, как итальянцы, но, с другой стороны, итальянцы хотя бы научились скрывать свои преступления. Например, итальянская мафия Коза Ностра. Они до сих пор убивают людей, но они почти всегда прячут труп. И поэтому о них не говорят так много. Но когда русские совершают убийство, они обычно оставляют тело на месте преступления. Поэтому о них говорят гораздо больше, чем об итальянцах. Еще одна маленькая разница вашей системы и нашей системы. Мы считаем человека, который много лет просидел в тюрьме, он даком. Правильно сказал? Да. А ваша система, это какое-то имеет значение. Не работать и сидеть в тюрьме, это какая-то, знаешь, какая-то важность дает человеку, или что он больше имел время думать. Нет. Были когда-то в начале моего существования здесь русская, так сказать, мафия. Это какие годы? Это были конец 70-е, начале 80-е годы. Была такая тенденция, много русских мафио сходило и собирало так с бедами. Мы как-то защищать будем. Пришли ко мне, тоже сказали, будем защищать тебя. Я сказал, от кого? Вот так, чтобы к тебе не приходили, не убивали, не грабили. Я говорю, мне не так никто ничего не делает. Вот ты дай, или мы тебя будем... Ну, конечно, у нас был очень серьезный разговор. И не сумели запугать, ушли. И с тех пор нет случая. Правда, этих бывших мафиозов уже живых нет. Или кого посадили здесь, кого расстреляли сами между собой. Для кого не секрет, сейчас в Соединенные Штаты из России перекачиваются довольно значительные средства. Привозят люди, которые вкладывают их здесь в недвижимость, в предприятия. И они моментально становятся участниками русской мафии. Хотя, может быть, он крупный... Я не знаю, как он заработал эти деньги в России. Возможно, он преступник. Но он, опять-таки, преступник, который не инфильтрировался здесь в организованную преступность. Он сам по себе. Он хочет стать честным человеком. Я знаю одного бизнесмена, у которого возникли неприятности в связи с тем, что его огульно зачислили в русскую мафию. Хотя это тоже никем не доказано. И пока плавает на уровне огульных обвинений. У меня всегда были бизнесы здесь, в Соединенных Штатах. Я владею здесь, в Соединенных Штатах, русским радио и газетой. Владею я также крупной компанией интернетом, которая находится на сток-маркете, на Волл-стрите. Один из владельцев. Между прочим, не одна компания, а три компании. Это бизнес, как вы знаете сейчас, какой это. Бизнес будущего. Коммуникация, информация. Это бизнес будущего. И в России, конечно, есть бизнес тоже. Где-то, я бы сказал, миллионов сто. Было когда-то два миллиарда, сейчас уже стало миллионов сто. Долларов. Долларов, да. Имя Сэма Кислина известно сегодня в России тем, кто хоть как-то интересовался ситуацией на алюминиевом рынке страны. Вернее, его переделом в повсоветский период времени. Отмашка на пресловутый толлинг, данная когда-то первым вице-премьером бывшего российского правительства Олегом Сосковцом, открыла двери на алюминиевые заводы, целой плеяди зарубежных предпринимателей. Среди прочих были Сэм Кислин и английский бизнесмен Дэвид Рубин, впоследствии вступивший в стратегический союз с выходцем из Ташкента Львом Черным. Именно Лев Черной, водивший в начале 90-х дружбу со своим земляком Аликом Тахтахуновым, он же тайванчик, и Атарик Антришвили, он же Атарик, сначала отобрал у Кислина название его металлургической компании, так Trans Commodities превратилась в Trans World Group, а затем и вовсе посоветовал Сэму убираться из России по добру-поздорову. Кислин покидал Москву под охраной. Вам действительно угрожали в тот момент? Очень много. Вы можете сказать, что эти угрозы отчасти, наверное, исходили от ваших так называемых партнеров? Я не могу этого сказать, я не могу утверждать, потому что я... Никто же не назывался этим именем, никто же не назывался, что он хотел сказать, что я такой-такой-то, я в следующий раз, я живу там и там, где я тебя убью или застреливаю. Никто же для этого не говорил. Но угрозы, конечно, были. Я должен был ходить с охраной, когда я приезжал в Москву. Хоть мы знаем очень... Когда шла война, алюминиевая война, мы знаем, что очень-очень много людей в этой войне погибли. Я думаю, что я выжил только потому, что, во-первых, я живу здесь, я туда не ехал найти, может, по раз и бывал там. А во-вторых, я не воевал с ними, с криминалами совсем. Я видел, если дело идет к войне, то я уходил. Я бросал все и уходил. Я бросал оружие и уходил. У нас на Брайтоне веселая мешка уха. У нас на Брайтоне отличные дела. Ты здесь услышишь, если ты имеешь уха, что иммиграция смогла и не смогла. Люблю по Брайтону пройтись в хороший вечер. Вторую волну советской эмиграции в Нью-Йорке нельзя представить без известнейшего в СССР боксера Олега Каратаева, бывшего чемпиона Европы, пытавшегося создать в Бруклине фонд для поддержки советских спортсменов. Каратаев был убит на выходе из ресторана «Арбат» в Нью-Йорке. Уже после его смерти заговорили о том, что при жизни он занимался исключительно рэкетом. Как две капли воды его судьба напоминает судьбу российского лидера бывших и нынешних спортсменов Атарик Мантришвили, убитого на выходе из краснопресненских бань в Москве. Ни то, ни другое убийство до сих пор не раскрыто. Нельзя исключать, что Каратаев и Мантришвили были знакомы. Атарик часто бывал в США, а после его смерти именно в Нью-Йорке под руководством вора в законе Япончика делилось управление российской столицей. Вы коснулись Атарик Мантришвили. Вот почему после его смерти в прессе, сразу в отдельных каких-то изданиях, стало указываться, что это глава какой-то мафии и все, что связано с более-менее инициативным человеком или ярким человеком, с личностью, сразу ассоциируется или умышленно ассоциируется с организованной преступностью. Сейчас уже известно, что паспорт и выездные документы в Соединенные Штаты вору в законе Вячеславу Иванькову легенде русского преступного мира готовил именно к Вантрешвили. Атарик поддерживал очень тесные контакты с воровским миром, а япончик даже из Нью-Йорка руководил действиями своего криминального политбюро. Приехав в США, якобы для написания нескольких книг в 92-м году, в 95-м япончик был осужден американским судом на 9,5 лет тюрьмы за вымогательство. Впрочем, стоит заметить, что присяжные особенно не вдавались в детали дела, на них давила страшная легенда япончика и билетристика на тему зверств русской мафии. Арест великого японца серьезно повлиял на состояние мозгов добропорядочных американцев. В прессе тут же появились статьи о российской спортивной мафии и о том, что наши хоккеисты, выступающие в НХЛ, якобы отмывают деньги русских криминальных авторитетов. Когда человек пишет, что через компанию «Славик», в которой я являлся президентом, отмывались огромные деньги, я сижу с вами и разговариваю, наверное, это смешно. Как вы считаете? Если бы я отмывал для кого-то деньги в Америке, об этом знает вся страна в Америке, наверное, я бы уже где-то был в другом месте. Еще раз хочу вам сказать, что у меня никогда не было никакого бизнеса ни с какими криминальными структурами или лицами. Совершенно однозначно это проверялось. Там, знаете, это Америка. И я думаю, просто мне нечего больше сказать по этому поводу. Ресторан «Передайз» в Бруклине стал с подачи американских журналистов гнездом русских мафиози. Именно в этом ресторане очень любил бывать Иваньков. Вообще наши эмигранты, продолжающие жить скученно и с недоверием, относящиеся к представителям коренного населения США, гостей из России встречают особо. Фотографии российских артистов, политиков и спортсменов украшают каждый уважающий себя ресторан. Именно после ареста Иванькова агенты ФБР по фотографиям пытались установить связи известного российского мафиози. Хотя как отличить добропорядочного гражданина от преступников всего лишь по фото, не очень ясно. Впрочем, это дело Америки, где оперативные разработки ФБР вполне могут послужить основанием для отказа во въездной визе. Что касается Вячеслава Кирилловича и моего знакомства с ним, то мне нет смысла никакого, так сказать, отказываться от этого знакомства, потому что мы познакомились во время финальной стадии чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, в 1994 году там проходил чемпионат мира по футболу, а Вячеслав Кириллович приходил на чемпионат мира. Кстати говоря, мы сидели в ложе почетных гостей. С нами рядом была и Барбара Буш, жена президента бывшего, и Хилари Клинтон, жена нынешнего президента, Игор, вице-президент Соединенных Штатов, и господин Киссинджер, бывший госсекретарь Соединенных Штатов. И мы, так сказать, бурно переговаривались по перипетиям футбольных матчей. Но если по логике такое, что Вячеслав Кириллович, так сказать, потенциальный преступник, значит, и он глава русской мафии, а я, как бы, так сказать, общаясь с ним, являюсь тоже уже мафиози, так, значит, общаясь тут же рядом с Хилари Клинтон, и с господином Гором, и с господином Киссинджером, значит, они тоже преступники, тоже мафиози, которые, ну, как бы сказать, покровительствуют русской мафии в Америке. Понимаете, это логика, вот единственное, на чем, вернее, это домыслы, единственное, на чем строится, так сказать, вся эта концепция. Вы знаете, идут разные разговоры, слухи. Я действительно япончика, слава япончика не знаю. Никогда синяки в бизнесе не делал, я никогда не имел к нему отношения никакого. Я его один раз видел на суде, где меня вызывали в качестве свидетеля, что якобы я ему разменял деньги. То есть он там в Москве мне дал, а я ему отдавал их здесь. Такого не было. Просто ему сказали, скажи на Кислина, он может это сделать. И поэтому меня вызывали в суд, как в виде свидетелей, спрашивали, вы знаете господина Иванькова? Я сказал, лично не знаком, но слышал. Так оно и подтвердилось. Я действительно слышал о нем очень много, но никогда не был знаком сердечно. В Нью-Йорке поговаривают о том, что русский отдел ФБР цепляется за каждое маломальски значимое преступление в русскоязычной среде, чтобы доказать значимость подразделения. Еще один слух. Спецагент ФБР, долгое время следивший за Сэмом Кислиным, о котором до сих пор журналисты говорят, как о крестном отце общины, уволился и перешел на работу к самому Кислину, выиграв при этом в жаловании. Впрочем, сам Кислин эти слухи не комментирует, но и не опровергает данные с точки зрения ФБР. Курьез. Ну, я в поле зрения ФБР, я бы сказал, уже давно, потому что я самый успешный бизнесмен, а они это не понимают, как можно законно, честно и красиво делать бизнес. Для них это ученики, выпускники ФБР, школы, Академии полиции, или как ее называют по-другому, они солдаты, они должны выполнять то, что от них закон требует. Еще раз, политика здесь на закон не действует. Политики это политики, а закон это закон. Закон должен соблюдаться беспрекословно. И он не может, допустим, не может тот же самый президент своей властью запретить, чтобы его за ним следили. За ним следят тоже. И за президентом, и за министрами, и все те, кто нарушает закон. Мешает бизнесу ситуация, когда в каких-то комментариях, связанных с вашим именем, возникает опять сентенция о русском, неком каком-то самуфилозном сообществе. Понимаешь? Ну и мешает, и не мешает. Она делает слабо, она паблика лечен хорошая. Наконец, давайте скажем то, о чем многие думают, но почему-то стесняются говорить. На Брайтоне, вопреки расхожему представлению, откровенно скучно. Здесь ничего не происходит. Все друг с другом знакомы так хорошо, что уже поднадоело. Английского толком никто не знает, и атмосфера некоторого раздражения на, в общем-то, нищенскую жизнь, на себя и на все окружающее очень чувствуется. Приезд кого бы то ни было из России для русскоговорящей диаспоры, в принципе, ничего из себя уже не представляющий, праздник. Кто бы это ни был, спортсмен, певец или политик, навстречу с ним придут все, кто еще может ходить. И потому приезд Бориса Березовского на Брайтон – событие особое. Когда Путин избирали президенты, мне задавали вопрос, «А вы не боитесь, что Путин, став президентом, вас посадит в тюрьму?» Я говорю, бояться, не боюсь, но думаю, что он это может сделать. Потому что он же будет принимать решение как президент, и если ему покажется, что выгодно меня посадить в тюрьму, он, конечно же, меня посадит в тюрьму. Так должен поступать президент в России, в которой власть президента не ограничена. Я утверждаю, что все те, кто последние 10 лет не спал на печке, занимался бизнесом, занимался политикой, все без единого исключения нарушали закон, зная об этом или не зная этого, вольно или невольно. И поэтому, если в России не произойдет амнистия, в какой форме это? Другой вопрос. На первоначальный накопленный капитал ничего хорошего дальше не получится. Путин будет расправляться со своими оппонентами, потому что они где-то нагрешили, ровно так же, как оппоненты Путина, если они придут к власти, будут расправляться с Путиным по тем же самым признакам. Я в этой связи вспоминаю вопрос, который меня Ельцин задал рано утром как-то. Он спросил, Борис Абрамович, что вас больше всего заботит? Рано утром, что вас больше всего заботит? Я говорю, отсутствие веры в светлое будущее, Борис Николаевич. Значит, я... Вы знаете, вот на самом деле такой сложный для меня вопрос, потому что мне иногда просто действительно кажется, я иногда не понимаю, зачем я все это делал? Честное слово, абсолютно говорю, особенно в последнее время. Вроде бы как надоело. Вот я думаю, придет Путин. Придет Путин, и можно наконец как бы заняться делом, наконец что-то строить. Там вот пошел к депутатам в Карачаево-Черкесии. Там огромное пространство для деятельного человека. Реально огромное пространство. И опять приходится возвращаться вот в это болото, опять политика. На первый взгляд странно, почему Борис Березовский, приехав в Нью-Йорк, решил выступить не, к примеру, в Конгрессе США, а на Врайтон-Бич. Ответ прост. Кто же его в Конгресс пустит? После всех кремлевских скандалов, последних лет отношения к коррумпированному Кремлю в Нью-Йорке, мягко говоря, сложны. Конгрессмены и сенаторы США, если захотят, сами пригласят русских олигархов к себе, как это было и еще, наверное, будет в связи со скандалом вокруг отмывания денег в Бэнк-Оф-Нью-Йорк. Впрочем, уже сейчас очевидно, что взаимодействие с творческим коллективом российской прокуратуры американские правоохранительные органы не добились. И громкое, на первый взгляд, дело постепенно разваливается. Упоминавшийся в свое время как чуть ли не главный российский мафиоза Семен Могилевич спокойно живет в Москве. А обвиняемые в махинациях вокруг Банка российские граждане со дня на день обратятся в суд. С исками против самого банка. Но на климат взаимоотношений с российским бизнесом эта история, конечно же, повлияла. Мало кто сегодня решится вкладывать деньги в малопонятный российский рынок. С Россией бизнес как таковой у меня уходит. Мой сын не хочет пойти, идти в Россию работать. И все организации, с кем я связан, с банками, фондами, они как-то отрицательно относятся вкладывать деньги в Россию. Сейчас. Вот у вас сейчас как раз та ситуация, когда, что называется, со стороны виднее. В России стало сложнее сейчас вести самостоятельный бизнес, когда можно обойтись без криминальной крыши, без политического протекционизма. Или легче наоборот? По сравнению, например, с 92-м, 93-м годом, когда шли алюминиевые те же войны, о которых мы говорили. Ну, сейчас криминальные системы, уже не бывшие, так сказать, их называли воры в законе и так далее. Сейчас криминалами стали коррупированные силовые структуры. Они сейчас решают судьбу в России, кем ты хочешь, ты быть в России или не хочешь. Это, включая от милиции, окончая надзорными органами. Вот, кто сейчас в России есть криминалы. Физически этого ты в Россию завести не можешь. Импорт. Ты должен быть связан абсолютно с криминальными, с криминалами, с структурами. Россия сегодня сильно, особенно силовые структуры, абсолютно коррупирована. Но они знают, как бы физическую часть забрать, конфисковать, сделать тебе там что-то сделал такое, чтобы ты не смог работать. А финансовые сейчас, они еще не дошли до этого, они не понимают, что такое инвестиции и так далее наверху. Они для них еще это, они еще не дошли до этого. И грамоты еще такой нет у них. О том, как гражданин США делает свой бизнес в России, рассказ особый. Некоторые истории вполне годятся для журнала «Фитиль». Мы расскажем лишь одну, самую драматичную. Поставки мяса стоимостью в несколько миллионов долларов в Санкт-Петербургский морской порт, для американской компании Кислина бизнес очень доходный. Сэм, возможно, не знал, что на таможне и в порту давно отложена криминальная схема приема и учета товара, у истоков которой стояли столь прославленные криминальные авторитеты, как Костя Могила и братья Рубинчики. В июле этого года транспортная прокуратура арестовала принадлежащий Кислину теплоход с грузом на борту, предъявив таможенные претензии и обвинив в нанесении государства ущерба в 150 тысяч рублей. Груз же оценивался в 5-6 миллионов долларов. Увезти корабль из порта не удалось. Дорогу теплоходу, по словам Сэма, перегородили два военных эсминца, которые припроводили судно в Кронштадт. Там, по указанию какого-то следователя Баранова, мясо разгрузили без какого-либо разрешения и объяснений. Как утверждают поставщики, часть груза почти сразу же появилась на рынке Санкт-Петербурга. То, что было экспроприировано, почему-то ушло в магазин. Интересно, как это может объяснить сам следователь Баранов, переквалифицировавший дело о неуплате пошлины в контрабангу. Генпрокуратура к ее чести после обращения адвоката фирмы приняла данное дело к рассмотрению и, в свою очередь, возбудила новое уголовное дело теперь уже в отношении самого Баранова, теперь уже бывшего следователя за превышение полномочий. Теперь уже он, Баранов, объясняется с бывшими коллегами, утверждая, что товар после разгрузки со склада был просто украден и он сам якобы ничего никому не продавал. То, что Кислин не поделился, не дал взятку, не отстегнул, с точки зрения наших таможенных прокуроров, видимо, главная оплошность американского бизнесмена. Груз теперь где-то гуляет на складах Санкт-Петербурга. Следователь Баранов ждет суда, а Сэм Кислин просто потерял деньги. А вам не кажется, что вот такая картина жизни намного страшнее, чем та, от которой вы, как вы сами сказали, 30 лет назад убегали из Советского Союза? Вот правильно вы задали вопрос, Андрей. Вы знаете, она сегодня страшнее, чем она была раньше. Она сегодня страшнее тем, что закона, как такового, там сейчас не существует. не только я столкнулся с этими вещами в России одной, то же самое и в других республиках. Ну, может быть, Путин, президент делает правильно, что он поставил силовые структуры у власти сегодня. Они сегодня решают, силовые структуры сегодня все решают. Они считают себя руки развязанными. Они закон, закон, воспринимают, как свое собственное, значит, что он на них работает, ни на кого больше. Они могут человека невинного забрать, посадить в тюрьму, держать его месяцами. Это везде, может быть, ошибки такие, но здесь сплошь и рядом в России это делается. Как вы думаете, в качестве, так может быть, фантазии, что было бы с американскими гангстерами, группировкой, так скажем, американских гангстеров, которые приехали бы сейчас в Москву? Мне кажется, что американские гангстеров на второй день украли что-нибудь, на третий день обложили данью, а на четвертый оградили. То есть, Брайтон-Бич это такой очень неплохо художественно созданный образ такой русской мафии, которой на самом деле как бы и нет. Брайтон-Бич в несколько раз безопаснее среднего Манхэттена. На Брайтон-Бич живут люди слишком низкого достатка, чтобы там процветала организованная преступность. Это какая-то своего рода местечковость. Там нет магазинов Гуччи, там в местном банке не лежат большие деньги, а грабить магазин деликатесов и воровать эту докторскую колбасу не так уж и выгодно. Поэтому те преступники, которые живут в Бруклине, так как их родители или они сами предпочитают дышать приморским воздухом, и на территории Бруклина задумывают преступления, которые совершаются по территории всех Соединенных Штатов, их можно считать преступниками, но при чем здесь Брайтон? Когда на Брайтоне свода, то в кабаках всегда полно, гуляют... Когда американские и российские газеты в начале 90-х годов вовсю трубили о всесильной русской мафии там, в Нью-Йорке, мы здесь, в России, испытывали разные чувства страха и гордости одновременно. Вот наши дают, нигде не пропадают. С другой стороны, чем гордиться-то? Экспертом ракетиров? Американцы, в свою очередь, по окончанию холодной войны нашли хорошую замену советской угрозе наших доморощенных мафиози, истребивших самих себя. Наверное, хоть теперь понятно, если американцы и опасаются, то не бандитов из России, а русский бизнес, живущий по непонятным даже ему законам. Русских бизнесменов, радостно утверждающих, что честно, никто в России никогда не работал. Русских чиновников, готовых ради комиссионных вывести в море пару эсминцев. Знали бы американцы, что загадочная русская душа даже для нас загадка. Может быть, им было бы проще. И не надо нас бояться. Мы сами себя боимся. Так и живем. Москва, Нью-Йорк, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok